Привет ребятки! Сегодня мы продолжим изучать американскую историю в Ассасинс Крит 3 и наконец познакомимся с главным действующим лицом, а именно Коннором. Не зря же он на нас с обложки смотрит. Ну а если вы не смотрели предыдущую часть видео, то тыкайте в этот угол. Там и другие видео по Ассасинам найдете. А если вкратце, в прошлой части мы узнали, что Хейтем Тамплиер и Дезмонд Рэйдж квитнул из Анимуса. Ну а вы на канале Брэна, с вами Брен, приятного просмотра. Выйдя из Анимуса, Дез снова начинает общаться с Юноной, которая рассказывает ему о попытках Ису спасти мир от солнечной вспышки. Построить четыре башни, собрать энергию здесь, а затем развеять. При всех наших знаниях, всех средствах, время было против нас. Этот труд было не закончить и в тысячи лет. Какие бы варианты они не пробовали, у них ничего не выходило. И теперь миссия по спасению мира возложена на нас. Вот только у древних были десятки тысяч лет, а у Дезмонда и компании всего три месяца. Интересные вы загадки задаете, блять. Прыгаем в Анимус и погружаемся в житие молодого Конора. На самом деле Радун Хагейду, но для удобства я буду называть его Конором. Он спокойно живет в своем племени, играет со сверстниками, в общем проживает детство обычного бумера. Ну там, в прятки играет, хлещет палкой крапиву, все вот это вот. И во время игры в прятки нас находит Ли со своими друзьями. А я и не знал, что тамплиеры любят играть с детьми. Я-то думал, что это прерогатива католических священников. Конора прижимают к дереву и начинают пытать. И в итоге вырубают. Очнувшись, мы возвращаемся в деревню, которую подожгли. Конор бежит домой в поисках своей матери, но находит ее под обломками и вынужден бросить ее, чтобы выжить самому. Конор бежит домой в поисках своей матери. Девять лет спустя, Конор все так же живет в племени и назревает какой-то ритуал. И нам нужно собрать всяких лесных даров, типа перьев, мяса животных, шкуры. И в помощь нам дали молодого соплеменника, которого Конор будет обучать ползать по деревьям и охотиться. И во время охоты происходит пиздец в виде огромного медведя, который с удовольствием съест молодую индейку. И нам бы стоило убегать, но разве можно оставлять бедного мишку одного в лесу? Мы возьмем его с собой. В деревне старейшина дает нам потрогать артефакт древних, который с виду выглядит как яблоко, но на самом деле это что-то типа передатчика. Вероятно, этой же технологией древних пользовался Альтаир, когда создавал свои диски с воспоминаниями. Итак, потрогав хрустальный шар, мы встречаемся с Юноной. И она превращает нас в орла. Что ты со мной сделала? Выбрала форму, близкую к твоей культуре. Так легче ориентироваться. Она рассказывает нам о будущем, о тамплиерах и о предназначении Конора. И приказывает нам найти символ ассасинов, чтобы кто-то занялся обучением Конора. Старейшина подсказывает нам, где можно найти нужного человека. Молодой Конор отправляется к старику Ахиллесу, которого будет просить об обучении. Ну а по дороге мы можем встретить пару интересных энкаунтеров. Например, вот два лесоруба спорят между собой о терминологии. Конфедерация, балбес! Это группа! Альянс! Ну когда разные люди объединяются! Ясно! Я и говорю! Племя! И дело доходит чуть ли не до драки. И с ними такое будет часто в будущем, но это позже. Мы добираемся до Ахиллеса, и он отказывает нам в обучении. Что? Ам... Я... Мне сказали, ты научишь? Нет. Да блять за ебать! Рот не байди блять! Но Конор просто так не сдается, и решает попытать счастье на следующий день, переждав ночь в конюшне. На следующий день мы снова начинаем донимать Олда Гуталина своими просьбами. Но он все так же отнекивается. Извини, если я выразился недостаточно просто, и ты меня не понял. Я не хотел тебя запутать. Чтобы прояснить дело, я уточню. Я вас не звал! Идите нахуй! А Конор все так же стоит на своем. Но на следующее утро старик меняет свое мнение. А причиной стало то, что Ахиллес увидел Конора в деле, когда на особняк деда напали мародеры. Может так заговоришь? Спасибо. Убери тут. А затем побеседуем. Пусть еще побеседуют. Новый чай-беседа «Бархатный вкус». Ну, а потом поебались. Гуталин приглашает Конора в дом и выслушивает его. По итогу он пересказывает нам историю ассасинов. А потом приглашает нас в подвальчик, чтобы вставить пальчик вон, чтобы заняться нашим обучением. И показывает местных тамплиеров, которые висят у него на стене. Ну, в смысле не сами тамплиеры, а их портреты. И главой среди них числится папаша Конора, Хейтем. И почему-то в прошлой части я этого не сказал, но в ремастере Хейтем из англичанина превратился в казаха. И, Конорна, ты если будешь на нас войной идти, хуже всем будет. Мы же тоже свободу хотим, да? Понял? Свободу. Ты понимаешь или не понимаешь? Твои ассасины на нас же цель общая. Цель, понимаешь? Цель общая. Понял меня? Конор проходит обучение и через полгода Ахиллес берет нас с собой в Бостон. В городе Конор ведет себя как типичный миллениал, приехавший в Питер. Тут потрясающе. Люди, звуки, запахи. Можно целыми днями бродить, не увидев даже половины. Я в свое время думал так же. Сейчас мне больше нравится деревенская тишина. Ну а тут столько жизни, столько возможностей. Да немногих, мальчик. Немногих. Ахиллес дает нам задание, закупить сырье для ремонта. А также дает нам новое имя, которое не будет вызывать отвращения у местных. Ты достаточно белый, чтобы сойти за испанца или итальянца. Лучше пусть считают испанцем, чем индейцем. Но и это лучше, чем мой случай. Неправда. Правда и реальность. Не всегда совпадают. И как меня будут звать? Конно. Да. Пожалуй, так. После того, как мы выходим из магазина, в городе начинается нездоровый движ. Бостонцы решили устроить бунт против англичан. И на площади мы встречаем Хейтема и его людей. Следуем за подручным нашего папки по улицам до самых крыш. Он собирается сделать выстрел, чтобы устроить бойню. Мы прерываем его, но Ли все равно делает то, зачем они пришли. А нас объявляют в розыск. И нам срочно надо найти Ахиллеса. Но его мы не находим. Находим лишь Сэмюэла Адамса, товарища Ахиллеса, который будет нам помогать. Он научит нас избавляться от розыска. И у нас три пути. Это срыв плакатов, подкуп глашатаев. Слушайте! Человек, виновный в сегодняшней стрельбе, может быть замаскирован. На месте преступления найдены парик и банка грима. Свидетели заметили, как бледный джентльмен среднего возраста бежал к причалу с винтовкой в руке. И подкуп печатников. Вы просите очень много, Сэм? Я знаю. Но я не пришел бы, не будь это вопрос жизни и смерти. Ладно, но только раз. В будущем за это придется платить. По итогу, Конор недоволен тем, что приходится лгать. Почему нельзя просто объяснить, что я не виноват? Вы что, шутите? С ложью мы боремся ложью. Слова на бумаге тут же считают правдой. И все это принимают на веру. Вы что, забыли, что все это их рук дело? Я просто обратил их же фокусы против них. Должен быть другой способ. Более честный. Если узнаете, поделитесь. А пока будем использовать то, что есть. Ишь ты какой принципиальный. И на этом моменте нас отпускают в свободное плавание. И я решаю заняться всеми второстепенными задачами, типа сбора сундуков, точек синхронизации и прочих активностей. И будучи голова-задум-индейцем, я захватываю форты в Бостоне. И на вырученные деньги я скупаю самые полезные вещи в игре. А именно карты, которые отображают коллекционные предметы. Вернувшись к деду, Коннор сразу начинает на него орать за то, что тот его бросил в Бостоне. С возвращением? Ты бросил меня в Бостоне? После бытовой ссоры старик вручает нам скрытый клинок, а в окно начинает стучать один из лесорубов. Его друг упал в реку и сейчас направляется в веселое приключение на бревне прямиком к водопаду. Наша задача спасти его, что Коннор без труда и делает. И лесорубы в благодарность помогают нам отремонтировать дом. Дед же начинает говорить о каком-то наследстве. Будет время, приходи ко мне в хижину на берегу. Ты должен увидеть еще кое-что. Что же? Наследство. С этого момента нам открывается возможность помогать людям и приглашать их жить в свою общину. Они будут снабжать нас ресурсами, которыми мы можем пользоваться сами или продавать скараваном в городе. Один из таких – плотник, которого прессуют мародеры. После того, как мы ему поможем, он будет изготавливать для нас булочки и ящики. И если будем и дальше помогать, то откроется еще больше рецептов. Как глупо. Мои инструменты стоят целое состояние, то есть стоили, но я, пожалуй, пойду, а то ближайшая таверна не близко. Еще раз благодарю за помощь. У вас нет дома? Как сказать, еще недавно был в Бостоне, да только я не сторонник короля, поэтому лоялисты выжили меня и из мастерской, и из дома. Здесь бы многим людям пригодились услуги опытного мастера, если ищете новое место. Да неужто? Я об этом подумаю. Старик ждет нас у пристани, где он знакомит нас с Робертом Фолкнером. Он рассказывает нам про Аквиллу, самый быстрый корабль из существующих, но сейчас в таком состоянии он ни на что не годен. К слову, это тот самый корабль, который гнался за Хейтемом в начале игры. Мы закупаем дерево для ремонта Аквиллы, и через полгода корабль готов выйти в море. А мы готовы зайти на борт в качестве капитана и отправиться за командой. По морю ходить довольно приятно и по аркадному весело, но когда игру анонсировали, обещали свободное плавание на корабле в любой момент игры. Этого, конечно, не сбылось, но такую идею перенесли на четвертую часть игры. Мы прибываем в Мартас Виньярд и нанимаем опытных канониров. Роберт Фолкнер, где ты был, черт возьми? Стрелял по лягушкам в Германию лазером из космоса со спутника. Странно, но травой не пахнет. Здесь же Конор чуть не получает пиздерей от морского волка Бидли. Далее мы идем к разбитым кораблям и тренируемся на них в стрельбе с орудий. А под конец на нас нападают и живые мишени, которые наши аквили на зубок. А вот фрегат уже представляет какую-никакую опасность, потому что в принципе может нас покоцать. Ну и его мы отправляем к Посейдону и спокойно возвращаемся в родные пенаты. В бухте встречаем чудака, который что-то говорит про письма капитана Кида. Они все у меня. Дашь то, что мне нужно, я отдам их тебе. И все. У тебя есть корабль. Можешь все найти. Кто это такой? Этот? Старый волк вечно что-то бормочет про письма капитана Кида. Чушь. Но он безобиден, так что я его не трогаю. Хочешь поговорить с ним? Но он такой болтун, что уши вянут. Аквила будет ждать тебя. Мы будем тут, когда заскучаешь по открытому морю. А теперь лучше поднимайся на холм, пока старик не спустился сам преподать не урок. Он отдаст их нам в обмен на безделушки, которые можно найти по всему игровому миру. А в награду мы получим клад. Но какой именно, узнаем в другой раз. А сейчас старик отдает нам костюм и официально принимает нас в братство. На день-ка. Когда-то в таких случаях проводили особый обряд. Но мы оба не очень-то их жалуем, верно? У тебя есть оружие, есть навыки и цель. А теперь и титул. Добро пожаловать в братство, Коннор. В настоящем Шон сообщает нам, что он нашел батарейку, нужную нам для храма. И мы выдвигаемся на Манхэттен. И уже в роли Дезмонда мы бегаем по современному миру. Поднимаемся все выше по небоскребу, по строительным балкам и кранам. И совершаем прыжок с парашютом на соседнюю крышу здания, где и находится нужный нам аккумулятор. После нашего пике и подбора аккума нас встречает таинственный мужик с пистолетом, который подошел слишком близко с оружием-то в руках. Ну, не так уж плохо. Ты, наверное, Дезмонт. Не совсем то, что я ждал. Но у вас там с кадрами не ахти, полагаю. Ты кто? Отца спроси. Дай мне это. Не дам. Слушай, мне запретили тебя убивать. А вот насчет морды босс ничего не говорил. Так что я считаю, да... Зовут его Дэниел Кросс, который и ранее был ассасином, но в итоге перементнулся в Абстерго. И еще один занимательный факт. У него русские корни. Устанавливаем батарею на место и открываем новые пути в храме, где мы вновь встречаем Юнону и слушаем очередную порцию охуительных историй. Первый мысль был изменить прошлое, но мы не знали, как. Зато мы могли смотреть вперед. Мы искали ответа, что ждет нас и что придет после нас. Первый мысль был, добьемся ли мы своего. Но ответ всегда оставался один. Мы обратились к другому, но одно не менялось. Вы зовете ее Немерпо. Потом и она перестала искать. И начала говорить. Она вызвала к нам сквозь время в надежде спасти вас. Она скрыла послания там, где никто, кроме вас, не мог их найти. Невероятно. Я устал. Загадки, предупреждения, угрозы. Да что вам надо? А Дезмонд все горюет по Люси и размышляет, правильно ли он поступил. Ты знаешь, я убил ее. Убил Люси. Это было яблоко. Юнона. Я знаю. Я видел, что было бы иначе. Я мог остановиться, то есть... Меня принуждали. Но я мог противиться. Я выбрал убить. Дезмонд. Люси хотела предать нас и вернуть яблоко в Абстерго. Я видел, как запускали спутник, как его включали, а потом... Провал. А на этом вторая часть сериала подходит к концу. Пишите мне ваши комментарии, все я прочитаю и по возможности отвечу. Ставьте мне ваши лайки, каждый будет греть мне сердце и душу. И конечно же нажимайте кнопку подписки. Каждая заставляет меня улыбаться все шире и шире. А с вами был Брен. До встречи на этом канале. Субтитры сделал DimaTorzok